и как бы как это визуально выглядит, вот, поэтому это очень интересно, это очень классный опыт. Я не могу сказать, что я сейчас прям полностью уделяю время именно только своему сольному творчеству, потому что также есть колледж, также есть эти академии, в которые я пошла, поэтому сложно как бы вот прям 24 на 7 заниматься сольным творчеством, но я стараюсь и потихоньку нахожу свой стиль определенный в музыке и вообще, в принципе, визуально, как я хочу, чтобы зрители меня видели как сольную артистку, поэтому это все очень интересный процесс, вот, есть трудности, конечно, но это, я считаю, что все уроки, потому что как бы все делается впервые, вот, и потом для меня это только опыт. Так, я учусь в колледже на IT, я инженер программного обеспечения, еще я учусь в IT-академии сейчас, вот, на UI-UX дизайнера. Почему Лера от меня отписалась, я не знаю, была подписана, вроде бы мы общались, мы общались с ней. И в IT-колледже, и в IT-академии ухаживаю за кожей лица. На самом деле, я не могу сказать, что я прям очень сильно ухаживаю, потому что я знаю, ну, точнее, я ухаживаю, но как бы у меня каких-то определенных секретов прям нету, потому что моя кожа, она не очень, я забыла слово на русском, проскиплова. Фу-фу-фу, все нормально, как бы, какой бы крем я не выбрала, он в конечном итоге вроде бы подходит к моей коже. Поэтому я пользуюсь тониками, пользуюсь кремами, дневными, ночными, потом умывалками разными, поэтому вот так вот. Так, алло, как я думаю, в чем смысл жизни? Я думаю, что в счастье. Боишь, боишься ли потерять популярность? Нет. Фон. Так, я тут. Был вопрос, боюсь ли я потерять популярность? Я вдруг решу, что я там захочу заниматься только дизайном или IT, но я не думаю, что я смогу заниматься именно только этим, потому что я, правда, очень люблю музыку, творчество, и мне интересно заниматься сольным творчеством, но если вдруг так произойдет, то я не боюсь, что я потеряю популярность, потому что, когда я начала заниматься творчеством, популярность, в принципе, для меня была не на первом месте. Просто я делаю то, что люблю, и круто, когда у меня появляется аудитория новая, и круто, когда мои песни прослушивают определённое это вдохновение для меня, когда я там смотрю, что на Spotify я попадаю в какой-то плейлист, мне приятно, что новые люди слушают мою музыку, вот, но если вдруг люди будут отписываться, если вдруг будет не так много просмотров, как там у других, или как там я ожидала, то я думаю, что не стоит расстраиваться, потому что ну, как бы подписчики уходят и приходят, да, а как бы твоё внутреннее какое-то состояние, гармония и желание делать то, что ты хочешь, это на первом месте Андро зашёл Андро или нет учу английский язык, вот как раз сегодня была на английском а, это если у меня парень, нет, Андро не мой парень о, Лана о, Андро о, Андро, хеллоу Андро, хеллоу Андро, как дела так кстати, друзья Лана зашла ко мне на трансляцию, я надеюсь, что вы все уже видели её блог про языки расстроилась ли я после закрытия группы ну, не закрытия группы, потому что группа ещё продолжает своё продолжает свою, как сказать чё-чё-чё-чё у вас и и и и и Продолжение следует... Да, друзья, друзья, нужно заходить в социальные сети, не просто вот сидеть и смотреть тик-токи ваши, вот как мои тик-токи. Не смотрите мои тик-токи, смотрите, ладно, на уроки лучше. Аня, I love you real. Андра, I know you love me. I know you love me. Что еще люблю? А, ну, сорян, тут надо определяться, как так сказать, я не могу, мне надо как бы точный ответ. Так, планы на 2021 год. На самом деле очень много планов, но я не люблю о них говорить, пока они исполнятся, поэтому я думаю, что... Это шоу Холостячка с Ангелиной хотел так просто, ага. Вот, ну, Андра, определяйся, я не знаю, как бы. Я не знаю, я не могу вечно ждать. Так, друзья, тебя, тебя, бэйб, тебя, Костя мешал, Костя мешал, ну, я не знаю, Андро. Это как бы ваши там разборки. Костя мешал, но Костя уже нет. Да, Андро уже, Андро уже именно путает. Любил кого-то. Так, у меня нет парня, у меня есть Андро, который мне каждый раз пишет на прямых трансляциях, что любит меня. Вот это я считаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На самом деле, в последнее время я практически вообще не пользуюсь косметикой в повседневной жизни. Это только консилер, вот, как, например, сегодня карандаш для бровей и гель, который у меня уже закончился, и нужно купить новый. Скучаю ли я по турам? Я скучаю по концертам и скучаю по атмосфере выступлений, вот, по турам тоже, конечно, ну, в принципе, скучаю за этой атмосферой, вот, но мне бы очень, конечно, хотелось уже выступать со своими сольными песнями, потому что... Хорошо, продолжаем разговор. Ну, прямых трансляциях я... мне многие пишут. Всё. Вот. Я забыла, о чём я говорила. Андро, привет! О, Порш Панамера. Можно подарки такие, да, от Андро? Вот, вот, я забыла, о чём я говорила. Всё. О чём я говорила? А что Андро писал? Андро меня сбивает с мыслей. Да, это как юмористка. Так. Друзья, задавайте свои вопросы. Андро, куда ты меня... Как ты меня наберёшь? Скружил голову, это точно. Я же говорю, на каждой прямой трансляции, я же поэтому не веду. Я знаю, что Андро зайдёт. У него даже когда концерт, он заходит, прямой эфир, а не вопрос. Говорю, давай, меня заберёшь в Москву. Нет, Андро, у меня тут учёба, у меня тут семья, я не могу. И, в принципе... Всё обсуждать. Так, друзья. Создадим... Создадим новую семью. Андро, у нас старая когда-нибудь была семья. Андро, тебе нравится Аня? Да, он так. Прямо и трансляция только заходит, и всё. Так, технику планирования, честно говоря, никакую не использую. Я вот недавно читала про техники планирования времени, но поняла, что определённой техники у меня так лично в жизни нет. Так. Ну, ладно, друзья. Назови твои топ-книги. Ну, на первом месте у меня, конечно же, Час идеи. Это моя самая любимая книжка. Точнее, серия книг. Вот у меня просто как раз тут полка, поэтому я смотрю в направлении книг. Мне очень нравится Гордость и Предубеждение. Что ещё мне нравится? Мне ещё нравится... Вообще, мне нравятся все книги Натальи Щербы. Вот я очень сильно люблю фэнтези, и для меня это самая лучшая серия книг. Вот ещё у неё есть Чародил, на русском Чародол, если я не ошибаюсь. Вот. Потом ещё классная книжка Комната. Комната. Извините. Мне пишет Андра. Так. Куриный бульон. Я не читала книгу. Вот. Но я так понимаю, что там просто короткие истории, но я не читала. Мой любимый фильм... На самом деле, очень сложно сказать, какой мой любимый фильм, потому что их очень много. Я люблю романтические комедии. Вот. Но из последнего, то, что я смотрела, точнее присматривала, это был фильм «Джентльмены». Вот я прям всем советую. Какие языки хочешь выучить? Сейчас я учу английский, также начала учить испанский. Вот. Но также хотела бы выучить... Пока не знаю. Вот для меня пока что в приоритете, конечно, английский и испанский. Любимая песня Андра. Песня, которая будет обо мне. Аниме не смотрю. Привет, привет. Фильм «Стажер», да, смотрела. Очень классный фильм. Да, очень классный. Дела отлично. Гарри Сайлса, конечно, я слушаю, это мой, один из самых любимых певцов. Так. Не хочешь отвечать? Ну ладно, я не увидела вопрос, честно говоря. Так. Это очень красиво, спасибо большое. Так. Настроение супер. Друзья, еще вопросики. Невидимый гость, вроде бы не смотрела. Так. Какие предметы в колледже любишь больше всего? Я даже не знаю. Сложно сказать. Люблю все. Да нет какого-то определенного любимого предмета. Все нравится. Так. Сейчас, боже, я начала читать столько книг, и ни одну не могу ее... не могу... ни одну закончить, вот. Не знаю, почему. Во-первых, нет времени. Во-вторых, я не знаю. Я ленюсь, наверное, читать, потому что... Это все отговорки, что нет времени. Я начала читать книжку про Фредди Меркури, я начала читать книжку по дизайну, но по дизайну мне прям нужно обязательно прочитать, потому что это для моей АТ-академии. И начала читать книгу о психологии. Так. Время у нас сейчас 8.22. Имя для Мишки на самом деле не придумала, просто Мишутка. Не знаю, я думала о какой-нибудь имя, но, честно говоря, не придумала. Просто пока Мишка. Мне осталось учиться в колледже полтора года. Вот, я уже на третьем курсе. Андрю, ты лил или любишь Аню? Нет, конечно. Друзья. Так. Так, 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 так. Так. Я знаю украинский, русский, английский, учу испанский. Винкс на Нетфликсе я не смотрела от Нетфликса. Это мультик или фильм? Фиты пока не планирую, честно говоря. Андрю Старый, не бери его. Он на самом деле молодой. Мне 18 лет уже. Мои любимые цветы пионы. Как я встретила Дуа-Липу, это просто самая невероятная история в моей жизни, потому что я вообще не могла бы представить, что я встречу Дуа-Липу так еще и в Киеве. В общем, попытаюсь коротко рассказать эту историю. В Киеве проходила Евро, если я не ошибаюсь. В общем, важный матч футбольный. И это был финал. Да. И выступала Дуа-Липа, открывала шоу. Вот. И она приехала. И, в общем, мой знакомый, друг Женя Белозеров, я думаю, что вы все его знаете, видеоблогер. Он должен был взять у нее интервью. В общем, а перед этим я как бы перед этим событием написала в сторисах, что вау, Дуа-Липа приезжает в Киев. И это все так круто. Но так бы хотелось ее увидеть лично. Все билеты на матч были уже распроданы. То есть, как бы я не могла попасть на события. Вот. И Женя мне потом через некоторое время пишет, что... Аня, я, конечно, не обещаю, но есть возможность тебя взять с собой на интервью с Дуа-Липой. И я увидела твой сторис. В общем, если получится, то я с радостью тебя возьму. В общем, когда он мне это написал, честно говоря, я не верила просто. Я не хотела как бы давать себе надежду, потому что думала, ну, может быть, что-то может пойти не так. И, возможно, мы с ней не встретимся, и там по техническим причинам не получится. В общем, и я как бы так уже думаю, ладно, не буду сильно настраиваться, но очень сильно верила, что я встречу Дуа-Липу. И, в общем, в конечном итоге, да, я всё-таки пришла на интервью как камера-вумен, вот, а-ля снимала Женю Белозёрова как блогера. В общем, но это было очень волнительно, волнительно. Там была такая небольшая комната, и как бы каждый блогер по очереди брал интервью, и я просто стояла вот такими глазами, потому что она очень добрая, она очень искренняя, она очень открытая. И я, честно говоря, не ожидала, что Дуа-Липа именно такая вот настоящая и очень позитивная. Я там сказала ей, что я обожаю вашу музыку, спасибо вам за вдохновение, и она такая, о, спасибо. В общем, это было просто очень круто. Это одно из самых лучших воспоминаний в моей жизни, и я очень благодарна Жене, потому что, ну, это практически невозможно, как бы. Я не ожидала, что смогу попасть. Так. И поэтому, как бы, эта история о том, что нужно верить своей мечтой, правда. Ну, вот даже в такой момент, когда ты думаешь, да нет, невозможно, Дуа-Липа в Киеве, можно будет пройти к ней навстречу. Нет, всё возможно, вот правда, всё возможно. Так. Так, так, так. Мне очень понравилась книга «Гордость и предубеждение». Это одна из моих любимых книг на данный момент. Так. Почему я так люблю футбол? Да, я с моего детства смотрю футбол с папой, поэтому люблю. Я бы очень хотела побывать в Лондоне, я бы хотела побывать в Барселоне. На самом деле, очень много стран и городов, которые я бы хотела посетить, поэтому... Я, в принципе, хочу путешествовать, я очень люблю путешествовать, и надеюсь, что в скором времени можно будет это делать. Карантин закончится, коронавирус тоже. Так, друзья, давайте ещё пару вопросов. Задавайте свои вопросы. Какое-то слово секретное. Так. Друзья, задавайте вопросы. Задавайте. Город Твинница, конечно, знаю. А сколько был первый поцелуй? I don't have it. У меня не было первого поцелуя. Ты пацанка или леди? Я. По настроению. Во мне живёт две личности. Так. Чарли, шоколадную фабрику, конечно, смотрела. Мой самый любимый фильм. Так, так, так. Я с родителями живу. Ещё вопросики, друзья. Привет-привет, кто подключился. Друзья. Да, да, правда. Иногда думаю, наряжусь как леди красиво. На следующий день думаю, толсток, спортивный костюм. И погнали. Какие отношения с родителями, с мамой? Самые-самые лучшие. С танцами на данный момент не занимаюсь. Моя любимая актриса — это Дженнифер Лоуренс. Мой любимый актёр. Актёр, даже не знаю, выбрать. Леонардо Ди Каприо. О чём я мечтаю? У меня очень много желаний и мечт. Вот, поэтому я думаю, что о них стоит говорить, когда они исполнятся. Я очень надеюсь, что коронавирус закончится. И, в принципе, он должен когда-нибудь закончиться. Так, Илья Бобровский. Илья Бобровский. Я тоже. Я Аня Бобровская. Привет. Я нашла своего родственника. Любимый сериал. Элита. Бумажный дом. Вращение. Друзья. Что-то ещё забыла. Что-то ещё было. Тикток или Инстаграм. Инстаграм. Тикток не так часто захожу. Старые участницы. Да, мы такие старые участницы. OpenKids участвуют в отборе участниц в новую команду. Нет, мы не участвуем, потому что мы уже старые участницы. Хорошо, друзья. Будем потихоньку закругляться. Я снимаю тиктоки. Подписывайтесь на мой тикток. Я снимаю тиктоки. Не часто, но если сниму, то сразу в реги попадаю. Так. Сложно ли на дизайне в АТ-Академии? Нужно ли хорошо уметь рисовать или знать математику? На самом деле много вопросов про АТ-Академию, и я никак не могу рассказать о своей специальности более подробно. Нет, я вообще не умею рисовать, поэтому нет. А математика тоже, в принципе, не так важна. UI, UX, дизайн, он больше рассчитан на... Ну, я думаю, что рисование во мне не помешает какие-то творческие такие скиллы, так сказать. Вот. Но на самом деле можно и без них обойтись. Вот. Потому что там на самом деле очень много тонкостей, таких как психология, нужно хорошо понимать людей. Потому что это UX, дизайн, это именно юзер экспириенс. Вот. И я думаю, что иметь чувство стиля, вот, потому что это цвета, нужно их правильно сочетать. И как бы разбираться в моде, в тенденциях, что сейчас происходит на рынке. Вот. Потому что как и в моде, ну, я имею в виду в одежде, так и в IT, дизайнах тоже есть какие-то определенные тенденции, мода. Вот. Ну, на самом деле очень сложно сказать, какие скиллы должны быть у UX, UI дизайнера. Вот. Потому что я вообще, в принципе, просто хотела попробовать эту специальность, потому что знаю, что она популярна и она интересна. Вот. Поэтому я думаю, что если есть желание, то можно как бы и попробовать. Так. Хорошо, друзья. Спасибо вам большое за эфир. Я была рада с вами пообщаться. Я надеюсь, что я буду чаще делать эфиры. Особенно если ко мне будет заходить Android и писать, что меня любит. Кому он еще так пишет? Как? Не мне. Только мне. Поэтому я не знаю, кстати, почему вот нас не шиперят. Вот я бы пошла с удовольствием на какие-то так-шоу, рассказала про наши отношения. Да, надо об этом подумать. Нужно как бы, как бы так сказать, хайпануть. Вот. Поэтому спасибо вам большое за эфир. Я вас очень всех люблю. Целую. Обнимаю. И хорошего вам вечера. Увидимся у меня в Инстаграме.